Доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели! Снова с вами я, Игорь Шеститко. Я рад видеть вас на своем канале, видеть, что вы посещаете, смотрите, интересуетесь. И сегодня опять пойдет разговор о технологиях. И, как вы понимаете, о технологиях, посвященных Windows Phone, поскольку вы здесь у меня видите, что? Правильно, Nokia Lumia. Хорошая новость. Я сегодня не буду рассказывать про игрушки, хотя я и обещал, но произошло, скажем так, эпохальное событие. Наконец-то Microsoft выпустила клиента Photosync к Windows Phone. Что такое Photosync, я думаю, вы знаете. Если не знаете, я сейчас расскажу. А, во-первых, где взять этот клиент Photosync, а зачем он нужен? Photosync – это технология, которая позволяет вам строить сложные панорамы, строить 3D-модели, не модели, даже 3D-сцены различных объектов. То есть, либо вы фоткаете массу различных фотографий, и вам склеивается Photosync, либо вы обфоткиваете один объект с разных сторон, и вы получаете модель этого объекта. Зачем? Это очень хорошо заменит тот же Nokia. То есть, у Nokia есть то, что называется фотостудия. А, это Creative Studios. Оно тут по-английски идет, или у меня получился, студия креатива. Здесь есть возможность сделать… Где оно? Лена? Да. Здесь есть возможность снять панораму, оно будет подсказывать. Но при этом панорамы получаются довольно-таки коротенькие, оно до 5 фотографий объединяет их в панорамку. В Photosync вы можете объединить в панораму бесконечное, скажем так, количество фотографий. Это раз. Во-вторых, вы получаете так называемый Deep Zoom, когда панорама склеивается с возможностью масштабирования. То есть, сам клиент Photosync, который позволяет фоткать, позволяет и просматривать, и, соответственно, есть хранилище. Как это все делается, где это берется, как это работает, мы сейчас и посмотрим. Я сейчас иду в Marketplace, запускаю поиск, набираю Photosync. Всем видно хорошо. Не всем. Давайте сделаем вот так. Photosync. Photosync. Поехали. Photosync, обратите внимание, Microsoft Corporation, бесплатно. Оценок еще нет. Установить, продолжить. Он просит доступ, соответственно, к системам. А я пока, он работает, перейду к сайту Photosync. Еще раз хочу напомнить. На самом деле, у меня на канале, здесь, на YouTube, очень много видео, посвященных Photosync. И, собственно, есть раздел Photosync. То есть, идея Photosync – дать возможность фотографам или просто интересующимся людям создавать вот такие панорамы. Вот мы ее сейчас можем увидеть в полный рост. То есть, обратите внимание, это целый город, 7 гигапикселей. Очень хорошо сделано. И при этом, я хочу обратить внимание, сбоку есть линки, которые позволяют обратить внимание на объект. Вот я выбрал, обратите внимание, человека, который здесь есть. И я вижу, то есть, вы представляете, насколько приближение, то есть, кто-то играет в гольф. При этом, расстояние до этого объекта у нас можно оценить, ну, даже не знаю, как оценить, в пару-тройку километров. Вот самое интересное, здесь есть на схеме самолеты, да, то есть, вот они в небе. Хотя, если уменьшить до полного, самолетов-то на самом деле и нет. Просто, случайно, видать, нашел человек. Различные сценки вы здесь видите. Например, время. Вот оно на башне в виде часов. Сайт Photosync.net. Я думаю, вы его сейчас хорошо видите на экране. Вот он. Photosync.net позволяет вам как раз это все делать. При этом, здесь, вот вы видите, есть возможность познакомиться с Photosync. Я сейчас расскажу, как это все делается визуально и для вас. И что вы из этого получите, да. Первое. Вообще Photosync. То есть, я не люблю фотографировать одну фотку. Мне интереснее, чтобы это была действительно некая такая панорамная фотография. И сейчас вы видите панорамную фотографию, например, замка Swirsch. Она небольшая, она около 200 мегапикселей. Но при этом, то есть, хорошо видно место, да. Во-вторых, можно приближать и наслаждаться этим замком подробно, подробно и подробно. Плюс сюда можно линковать различные вещи, типа, что это такое, где это, как это и тому подобное работает. И, во-вторых, это все можно привязать к карте. То есть, если вы пользуетесь картой Bing, то вы можете увидеть такие панорамы. Это мой аккаунт. Здесь у меня много чего есть. Причем и Украина, и Европа, и Америка тут все это есть. Зачем нужно на телефоне, чтобы не таскать за собой. Хотя со штативом это получается очень хорошо. Например, отлично получился 360 градусов панорама Львова. Вот вы ее здесь можете увидеть. То есть, она вообще круговая, да. Но при этом часто бывает невозможно взять с собой фотоаппарат, штатив, спокойно встать. И вот что получается. Это уже фотография сделана, вернее, панорама сделанная при помощи телефона. Правда, не Nokia Samsung Focus. Но вы видите вид с окна. И вы видите, какие здесь там... Это не с окна, извиняюсь, с балкона офиса. Вы видите вот такую вот панораму. Причем, опять же, хочу заметить, что можно приближать. Да, камера не дает такого качества. Но работает, да. Это панорамы. Есть еще вариант построения не просто панорам, а вариант построения целых 3D-моделей, 3D-сцен. Я сейчас его продемонстрирую. Он у меня в другом аккаунте. Увы, первый аккаунт у меня уже закончился. Пришлось приходить ко второму. Я очень, на самом деле, хожусь панорамной, то есть не панорамной, вернее, 3D-сценой оперного театра в Одессе, которая состоит из 970 фотографий и которая вам позволяет пройтись, на самом деле, по Одессе. В общем и целом, да, пока она подгружается, то есть это набор фоток, из которых система склеила полноценную модель, да. Вы можете увидеть эту полноценную модель, например, сверху. То есть это оперный театр, это вот там фонтан перед оперным театром. Причем, подъезжая к тому или иному месту, вы увидите, откуда велосъемка той или иной точки и какие фотографии присутствуют для этого. Вы можете увидеть модель в 3D, вы можете увидеть модель в режиме вот таких вот точек, да, прокручивая их, приближая. Не узнаете оперный театр, да? Может быть, узнаете. Так, соответственно, вот увидеть и в 3D модели. Я могу, то есть видите, клацать, смотреть, прокручивать, двигаться, двигаться вперед, как будто бы я гуляю. То есть это все сделано просто фотографией. Я ходил и фоткал. Для этого и нужен фотосинг и на телефоне. То есть таким образом мы получаем отличную возможность оставлять свои впечатления полноценные. Ну, да. По поводу YouTube. Если вы смотрите мой YouTube, скорее всего, у меня на канале, да, то есть как бы вот здесь, iWalker2000. И если вы у меня, находясь на домашней страничке, так, интервью остановим, напишите фотосинг, фотосинг через S-I-Y-N-T-H, то вы увидите много чего, связанного с фотосингом. Тут различные в путевых заметках и целые классы, да, там вон о том, как делать панорамы, мастер-класс. Обратите внимание, мастер-классы из, по-моему, если не ошибаюсь, 12 частей состоит. Он вам поможет полностью разобраться в фотосинге. Ну, а мы поговорим дальше о приложении фотосинг на телефонах Windows Phone, в данном случае на Nokia Lumia 800. Фотосинг у меня уже установлен, и я перехожу, соответственно, к самой программе. С программой все просто. Да, я принимаю соглашение. У меня есть возможность начать, видите, Tap to Start и просто начать фотографировать. У меня есть библиотека, где я должен зайти sign in, да, то есть через Live ID, который у вас привязан к фотосинку, то есть он может быть отличаться от того Live ID, которое вы используете для повседневной работы в телефоне. И, соответственно, есть уже готовые сцены, которые присутствуют сейчас в фотосинге, в сайте, чтобы вы могли посмотреть. Вот в данном случае кто-то построил, как вы видите, интересную панораму. Это собор Святого Петра, если не... Нет, или не Святого Петра. Но вы видите, да, то есть можно посмотреть, покрутить... Нет, это не Святого Петра. Святого Петра пусто. Покрутить и посмотреть на отдельные экспонаты, то есть вот те части, которые захотел выделить в том или ином виде автор данного фотосинка. А я могу увидеть другие какие-то вещи. О, это люди серьезно зашли. Обратите внимание, какой красивый фьорд, солнышко. горы. И, соответственно, посмотреть на те нюансы, которые... Да, народ лег. Страшно, наверное, с такой высоты-то упасть. Какой-то камень. Что там за камень внизу? Непонятно. И дальше можно увидеть, наверное, имелось в виду море или проливы, или ледник. Что это такое? Соответственно, фотографируйте, оставляйте свои впечатления в магазин Spice Shop. Да, кстати, я забыл сказать, что приближать вы тоже можете. Ух ты! Хороший у людей Spice Shop. И выход есть. То есть человек встал и обфоткал его по кругу. А что это за мужик? А, это живой мужик. Слушайте, какой он морщинистый, да? Переживает очень. Посмотрите. Ах, так и кажется. Зачем фотографируешь? Купи, понимаешь? Он не знает, что после этого его магазин станет знаменимым. Слушайте, пряностей много ест. Аж рубашка такая. Видно, что пряностей много ест. Вот такая вот вещь, да? То есть, вы такие панорамки теперь можете делать на своем телефоне и сразу загружать. Как их делать? Да, кстати, давайте подключимся. Sign in. То есть, подключение sign in приводит к тому, что вы получаете доступ к своей же библиотеке, к своему профилю на фотосинке. Сначала не забудьте его завести. А я на время отключусь, вернее, уберу телефон и наберу имя и пароль. Как вы знаете, процедура здесь довольно длительная. У меня тоже, кстати, Live ID отличается от того Live ID, который я использую для подключения телефона. Потому что на том Live ID, который iWalker 2000, у меня уже просто закончилось место. Кстати, для панорам и 3D-моделей вам дается дополнительные 20 гигабайт. То есть, потом заводите следующий аккаунт. Немного неудобно, но, в принципе, терпимо. Вот так. Что ж на кнопочки-то не попадаю. И вот я снова с вами. Система выполняет Sign-in. И, опять же, та же моя библиотека, которую вы видели только что на компьютере. Видели ли вы что-то на компьютере? 53 фотосинка. Вот мы видели это. Вот мы видели свирш. Теперь мы можем свирш увидеть и на, соответственно, телефоне. Если я сделаю так, то... Теперь вернись, пожалуйста. О! Перевернулась, да? Если я сделаю так, то вы увидите, соответственно, свирш. И вот в таком виде. То есть, вы сможете просматривать. И самое главное, если вам это понравилось, вы можете приближать. Приближать те же люди, которые идут вверх по склону, если вы видели, обратили внимание, да? И те же, ну, как они идут-то, а? И самое интересное, что у вас также есть здесь кнопочка опубликовать. То есть, вы можете опубликовать и выбрать, куда вы хотите опубликовать. Facebook, Twitter или отправить по e-mail такую ссылочку. Ну что ж, а теперь надо переходить к самому интересному и самому сложному. А именно тому, каким образом фотографировать. То есть, вы видите здесь, да? Он показывает tap to start. Но процедура достаточно специфическая, поэтому я хотел бы чуть-чуть притормозить. Я буду делать это со штатива на улице. Получится, не получится, не знаю, но вы получите, по крайней мере, представление, как это делается, насколько хороша эта утилита. Ну что ж, ждите вторую часть, не уходите, не отключайтесь. Всем удачи! Итак, здравствуйте снова. Для вас это мгновение, когда я сказал пока и увидимся еще. Для меня тут 5-7 минут, пока я все тут притащил, настроил, притащил на балкон. Итак, кто не знает, Киева это улица Жилянская, вот по ней идут машины, это училище культпроцвета или что ну там. Короче, оттуда раздаются дикие завывания, а иногда в некоторых классах девушки упражняются в посаждении себя на шпагат и тому подобное. Еще вот тут вот есть такая маленькая циркушка деревянная, если ездите по улице Жилянской, чуть-чуть напротив, на углу от бизнес-центра Евразия находится вот такая вот циркушка. Несмотря на то, что она такая невзрачная, она достаточно уникальная, там витражи, которые есть в единственном экземпляре икона на витражах в единственном экземпляре копия какой-то там иерусалимской иконы, так что захотите, приходите, увидите эти витражи, они там вверху над алтарем. Но наша задача на самом деле снять теперь вот эту панораму тестово, да, то есть как бы вот такую на фотоаппарат, поэтому я сделаю вот как. Мне сложно, да, то есть будет показать весь процесс, обратите внимание, да, то есть вот оно. Я выбираю первую точку и сейчас будем двигать и фотоаппарат и соответственно камеру, посмотрим как получится. Интересно то, что когда камера фотосинк понимает, что надо дальше делать, он сам предупреждает вас соответствующим звукам. Давайте посмотрим. Я постараюсь хотя бы на камеру хотя бы пяток фоток сделать. Итак, поехали. Я сказал tap to start, вот, теперь я двигаю, смотрите. видите, оно само. Теперь я опускаю ниже камеру и фотоаппарат. Опс. И вот, теперь дальше. Оно показывает, что все хорошо и я теперь допустим в принудительном порядке фоткаю поскольку пересечений. Вот оно само сфоткало. Итого у меня получилось 6 фотографий. Я в принципе количеством фотографий доволен. Все вроде нормально. И дальше как бы уже обыкновенная работа идет на фоне этого всего. То есть я говорю окей, выбираю. оно некоторое время думает. И обратите внимание, идет подклейка панорамы. Видно? Это так, чтобы камера не... 76% сейчас как бы система колбасит, как вы понимаете, не по-детски. При этом она вам дает различные рекомендации по тому, как себя вести. Это я там, кстати. Привет. И 100% склейка. Мы получаем панораму. Вот она. И мы можем ее посмотреть. Как она у нас получилась, что за панорама. Мы можем ее увеличивать, мы ее можем уменьшать, мы ее можем приближать и так далее. Остается только что правильно опубликовать. Поэтому если мы говорим про опубликовать... Так, Упс. Что-то я не то нажал. И еще разок. Ну, давайте попробуем еще разок. Так. Ты меня видишь? Итак, вот оно. Вверх. И здесь вверх. Представляете, как мне тяжело живется вот так или с криками детей постоянными. Так, небо пошло лет. Раз. Сделали. Следующий. Два. Три. Вниз. четыре. В сторону. Пять. И вы видите шесть. Все. Готово. Еще раз. И теперь можно лениво склеивать. Можно посмотреть, что будет. да, я понял в чем проблема. Светобаланс. Там светлое небо получается темный фон. А потом, когда я только на фоне фоткаю без неба, то у меня получаются слишком засвеченные части. но в принципе в принципе в принципе в принципе готово. Итак, панорама режим редактирования панорамы untitled видите вверху здесь есть меню отредактировать ее надписи мы можем назвать это тест мы можем указать место где происходила фотография жд вокзал Microsoft Ukraine Goodman Aroma и тому подобное то есть все отсюда подтянуто Mario ну нет тут не Mario и не Road 66 Diplomat Hall вот оно дата мы можем выбрать сабнейл который показывает что там и как там и после всего этого соответственно вот наша панорама с нашими местами с нашим небом все замечательно получилось кроме одного разницы цветового баланса соответственно теперь мы можем либо поменять какие-то еще настройки то есть надписи либо опубликовать share позволяет мне опубликовать на Facebook на Twitter на Bing на Photosync вы уже это видели по камере или сохранить в Camera Roll для того чтобы потом просматривать соответствующую фотографию crop image предлагают нам выбираем crop image соответственно мы говорим о том что надо выполнить auto crop нет такой crop мне не нравится иди сюда вот так вот так вот так вот вроде ничего так crop небо хочу хочу небо побольше небо и готово все эта панорама будет сохранена в Camera Roll дальше дальше какие-то действия продолжаем либо выходим и создаем новую панораму еще 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 поехали профоткали как выделить система сама подбирает когда нужно сделать следующий 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 кадр если вы перестарались можете это вручную делать и получите панораму так что вот такие вот дела это был Photosync да теперь камеру Roll давайте посмотрим где наша камера Roll и здесь должна быть галерея камеры о какая замечательная эта фотка большая и очень еще такая и такая это все мои те эксперименты которые мы видели ну что Photosync добро пожаловать новый инструмент теперь у вас есть возможность создать любую панораму быстро опубликовать делитесь своими впечатлениями делитесь местами где вы находитесь Photosync дает вам большие возможности в том чтобы представить мир более трехмерным более объемным и вообще большим кроме одной плоской фотографии удачи с вами был я Игорь Шеститко увидимся